Добрый день друзья! Меня зовут Виктория Дышаева. Вы смотрите социальную программу о животных Добрые лапы. Наш девятнадцатый выпуск мы начнем с телесюжета о Центре помощи животным шанс. Челябинская областная общественная организация Центр временной передержки и реабилитации животных шанс была образована в 2013 году. В ее развитии сегодня принимают участие около 12 волонтеров. Эти неравнодушные к проблемам бездомных животных люди ежедневно спасают жизни брошенных и покалеченных собак и кошек. Изначально появилась идея, что несколько человек объединились и совместными усилиями помогают очищать свой двор. То есть подбираешь животное, лечишь, стерилизуешь, кастрируешь и пристраиваешь. Все делается, конечно, на собственные средства, никакой поддержки от государства нет. Есть, правда, помощь от некоторых ветеринарных клиник. Это льготные талоны на стерилизацию, то есть 50% скидки. Когда мы решили создать свой центр, первым был вопрос, почему у нас так вот много бездомных животных. Да, понятно, много выкидывают. Но также у нас есть, например, и служба, которая занимается отловом животных. И по статистике, чем больше отлавливают и убивают животных, ну это идет отстрел, например, на площадках, за городом, в парках, тем больше животных плодятся. То есть природу не обмануть. Дикое животное ты никогда не сможешь ни отловить, ни отстрелить. Оно не подходит к человеку. К человеку только подходят потерянные домашние животные, ну или выброшенные недавно. А те животные как плодились, так и плодятся. И самая основная функция, что мы поняли, необходимо делать в городе, это создать центр стерилизации для животных, даже для тех же бездомных. Хороший опыт есть во многих городах России. Животные взяли, стерилизовали, некоторое время подержали, сняли швы, одели определенный ошейничек и выпустили. Вот это единственная мера, которая поможет сократить численность бездомных животных в Челябинске. Основная часть спасенных животных центра находится на частных передержках. Чаще всего это обычные квартиры челябинцев, готовых временно оказать помощь собаке или кошке. Также временный, а бывает и долговременный приют потеряшки находят в Китихаусе. Сейчас здесь около 20 кошек. Последнее время удивляет то, что в основном это большая часть породистых животных. То есть идут британцы, свинксы, экзоты и перцы. И собак это лабрадоры, ротвеллеры. Вот последнее время очень много хасок. Ну и, конечно, такие породы, как стафы, питбули, бойцовые. Много еще овчарок. Особенно таких, как среднеазиатские. В народе их называют алабаем. Наша любимица, это малькизочка. Кошечка была найдена в марте того года. Ей тогда было 7-8 месяцев. Кошка необычного окраса, она как бенгальская, трехцветная, счастливая такая была. Ее стерилизовали, пристроили в очень одну хорошую семью. Там был маленький ребенок. Нам постоянно говорили, что у них все замечательно. Высылали фотографии. И как-то сентябрьским поздним вечером раздался звонок. Кошка истекает кровью более 12 часов. Мы боимся к ней подойти. Я говорю, а как она истекает кровью? Ну ее, наверное, сбила машина. Когда мы пристроим животное, мы четко объясняем, что сама выгул, это очень страшно. Что это опасности, что может подрать собака, может забить машина, может что-нибудь упасть на животное. Что мы всегда против самовыгула. Пришлось ехать ночью забирать девочку. Оставили до утра на стационаре, потому что шансов было выжить мало. В одной из челябинских клиник нам тоже сказали, мы не вытянем. Девочка перенесла три сложных операции. Пришлось удалить глазик. Была переломана полностью челюсть. И вот эта красавица до сих пор не потеряла веру в людей и очень ждет своих хозяев. И она вообще говорить у нас умеет. Волонтеры центра не ставили цели сделать приют. Шанс был создан для того, чтобы животные могли реабилитироваться после травмы или предательства бывшего хозяина. Мы временная передержка и социализация животных. То есть мы нашли, социализировали, пристроили. Все животные у нас с паспортами, привиты, кастрированы или стерилизованы. Все это, которые не несут угрозы для общества. То есть мы пристраиваем только тех животных, которые полностью одомашнены, которые готовы уже прийти в семью. Это моя звезда. Она была найдена на заброшенной стройке. Строители уехали и оставили трехмесячного щенка. Два дня в морозы. Ездили, пытались ее выловить. Был ноябрь месяц. Ну, зима. Каждый помнит, какая была. Вот. Так она у нас и появилась. Удивляет то, что вот эта красотка до сих пор не обрела хозяев. Девочка с изумительным характером. Очень любит детей, людей, играться, но при этом очень хорошая охранница, не пустолайка. Да? Конечно, найти хозяев всем уличным животным невозможно. Поэтому к этой проблеме нужно подходить комплексно и гуманно, считают волонтеры центра. Вести стерилизацию, наблюдение за жизнью на улице и ежегодную вакцинацию животных. Животных на передержках очень много. И иногда пристраивать их через соцсети, через объявления не получается. Потому что, ну, действительно, их в городе перебор. Очень многих животных не стерилизованы. Они рожают, потомство выбрасывают на улицу. Вот. Нам приходится, к сожалению, видеть эти плоды. Вот. Такого безответственного отношения мы подбираем сколько можем, сразу скажу. Потому что мы не ставим цели собрать всех животных в городе. И не всегда соглашаемся брать на передержки, когда к нам обращаются. Потому что мы именно рассчитываем свои возможности и рассчитываем свои силы. Если у вас есть желание помочь продуктами или финансами, или просто оказать физическую помощь в уходе за четырехлапами жителями Центра помощи животным Шанс, звоните. 8-950-737-95-37 Друзья, давайте будем активнее и внимательнее к братьям нашим меньшим. Если у вас уже есть домашний питомец, не поленитесь запечатлеть его на память и сделать героем нашей пушистой телепередачи. Свои фото и видеонаблюдения присылайте к нам на электронную почту tvsobaka.inc.ru Или звоните по телефону 3-9-56 Авторы этого фото самые активные наши телезрители. Семья Погорских вновь и вновь радует нас своими наблюдениями. И по традиции вашему вниманию кот Паштет, который считает себя хозяином в доме. Ах, эти плюшевые мишки! Судя по присланным фото от автора Елены Абрамовой, можно сказать, что мягкие игрушки любят не только девочки, но и собачки. Внимательная хозяйка решила поделиться своими наблюдениями за любимым псом Оскаром. Перед вами редкие кадры моих личных наблюдений за двумя пушистиками. Легендарный Фонсуажу и Васильянин снова на большом экране. Полосатые друзья так сильно любят кошачью траву, что даже поделить ее не могут. Но, как часто это бывает, побеждает сильнейший. Субтитры сделал DimaTorzok Десятки, сотни, тысяч одиноких бездомных потерявших с нетерпением ждут встречи с вами. О некоторых из них подробнее далее в нашей рубрике «Животные добрые руки». В добрые руки отдаются щенки-малыши. Игривые, красивые и смышленые. Возраст полтора месяца. Две девочки и один мальчик. Очень ждут своих новых ответственных хозяев. Телефон 8-922-747-1313. Телефон 8-922-747-1313. Взгляните на этого кроху. Он такой ласковый и игривый. Тянется к людям. Зовут Кузя. Котик будет гладкошерстным. Лоток знает, кушает все. Телефон 8-952-524-68. Уважаемые телезрители, на улице стало тепло и многие из нас открывают настиж окна. Будьте внимательны, если у вас есть домашние питомцы. Они могут выпасть или выпрыгнуть из окна. Опасны даже полуоткрытые стеклопакеты. Животные, застряв в них, могут серьезно пострадать. Чтобы обезопасить своего любимца во время проветривания помещения, на окна можно ставить специальную сетку-решетку антикошка. Уважаемые телезрители, спешите принять участие в программе «Добрые лапы». Ну а пока вы думаете, напомню, что свежие выпуски нашей программы выходят на телеканале НСИД ТВ каждую третью субботу месяца и на официальном сайте НСИД ТВ. С вами была Виктория Дышаева. Мурмур, до свидания. Благодарим за помощь в создании образа ведущей, парикмахерскую «Авангард» и визажиста Оксану Мельник. Продолжение следует... Продолжение следует...